Ребятки, всем привет! Всем добрейшего времени суток! С вами, как всегда, Валентин Чернов. Ну и вы, соответственно, на моем канале находитесь, раз вы смотрите этот видеоролик. С самого начала чуть-чуть начинает тупить. У нас сегодня 13-я серия ежедневного видоса. Сегодня у нас 28-е число. А это значит, что у нас завтра заканчивается мой отпуск. И, соответственно, рубрика ежедневных видосов мы открывали только на то время, пока я нахожусь в отпуске. Но я сейчас сижу, смотрю, как вы ролики смотрите, просмотров по 2-3 тысячи, где-то 9 тысяч просмотров. Смотрите, если вам интересно, давайте наберем 1000 лайков под этим видосом и продолжим эту рубрику. Ну, пока что не знаю, до какого периода. Ну, давайте еще месяцок так поработаем, посмотрим, что будет интересного. То есть, 1000 лайков под видосом, и даже несмотря на то, что я заканчиваю свой отпуск завтра, я буду дальше продолжать снимать ежедневные ролики. Тоже с какими-то, ну, просто интересными вещами, просто поболтать. Либо же ролики, в которых буду давать какие-то, ну, интересные советы, как, например, сегодня. Либо в предыдущем ролике про то, как казнить, как открыть элитку и так далее. Если вам эти ролики интересны, вы считаете, что рубрику нужно продолжить. Если я увижу достаточную активность в виде 1000 лайков, то мы, соответственно, дальше продолжим. Эти лайки не для того, чтобы как-то мне за ваши лайки денег не платят. Я просто лайками оцениваю вашу активность. Поэтому наберем 1000 лайков, рубрика будет продолжаться. Не наберем, ну, соответственно, будем снимать что-нибудь другое. Вот. Ну, а мы переходим к следующей теме по поводу предыдущего ролика. У нас был стрим вместо ежедневного видоса. Это было вчера, 27-го числа. Там и победителя предыдущего ролика не оглашал. Вы сейчас видите комментарий Secret Secret, который сказал, написал правильный ответ на вопрос. То есть, можно ли казнить узников, не имея алтаря. Казнить можно, но бонуса никакого не будет. То есть, кнопка казни у вас будет. Вы сможете нажать ее, сможете казнить узника. И, соответственно, у вас в статах будет плюс один казненный узник. Если вы это сделаете, вам бонусов никаких не дадут. Ну, учитывая, что у вас нет алтаря. Он написал первым комментарий, вы его видели. Поздравляем, упал в видосик. Далее. Сегодня, что еще я хотел вам рассказать. У меня много очень комментов про то, что, Валя, я как не посмотрю твой видос. Кстати, пытался стул с вами поздороваться, но не смог. Так, люди пишут, типа, я как не посмотрю твой видос, на протяжении двух недель у тебя только-только изменилась исследка. То есть, ты вообще, что ли, ускоры не тратишь? И поэтому у нас следующий челлендж. Давайте, ну, кому кто хочет попасть в следующий видеоролик. Первый напишет количество часов, которые у меня здесь есть во всех ускорах, именно на момент этого ролика. Не на момент, когда там через два дня у меня будут ускоры, а именно на сейчас. Количество часов округленное в меньшую сторону. То есть, если у меня здесь 300 часов и 50 минут, то мы округляем до 300 часов. Кто первый посчитает, напишет в комментарии, попадет в следующий ролик. Думаю, будет интересно, получим математику. Соответственно, для того, чтобы вы посчитали, показываю все свои ускоры. Также отвечаю на вопрос тем, кому было это интересно, сколько у меня ускоров. Закончили ускоры простые, можете их объединить вместе с ускорами на исследование. И, соответственно, ускоры на исследование. Ну, давайте тоже вам покажу, тоже посчитайте. Количество часов округляем в меньшую сторону, до целого числа. Кто перво напишет, попадет в видосик. Я потом тоже посчитаю. Ну, и, соответственно, это был ответ на вопрос тем, кто спрашивал. Также у меня огромное количество ускоров на стену. Это 1650 часов. Блин, мне самому даже интересно стало, сколько здесь дней. Короче, стену я не использую, поэтому у меня ускоры просто нереально дико копятся. Постоянно в элитке бью. Они, насколько я помню, падают с ивентов. Не помню точно, откуда они еще падают. Но у меня их довольно-таки много. Отхилов тоже. Ну, кстати, вот отхилов в последнее время стало меньше, потому что я начал активно воевать. Я вступаю практически в каждые сборы. В этом гость я еще во все сборы вступал, которые начинались при мне. Ну, где-то я, конечно, мог спать. Ну, и, соответственно, ускоры на тренировку. Давайте ускоры на тренировку и на создание не будем считать, посчитаем только ускоры на стройку и на исследование. Ну, и, соответственно, кто первый напишет, тот попадет в следующий ролик. Вот, переходим к чему я вообще все это начал. Ребята писали, типа, зачем ты их копишь. Эта игра, Lords Mobile, любит тех, кто постоянно копит. Не важно что. Копит башмаки, копит самоцветы, копит ускоры, копит войска. И так далее. Чем больше вы копите, тем больше профит с этого получаете. Копите войско, можете заходить вместо не 250 тысяч, а 375 на 50% бусте. Соответственно, копите войско, набираете не 250 тысяч, а 375 тысяч заходите, наносите больше урона. Копите само, можете там войско натренировать, закрыть адское и там какое-нибудь 24-часовое. Копите башмаки, можете быстрее цель догнать. Копите ковры, соответственно, точно так же. Эта игра очень сильно любит тех, кто копит. Поэтому, соответственно, я точно так же коплю самоцветы, пытаюсь это делать, хотя постоянно приходится куда-нибудь ТПшиться, в какой-нибудь сбор вступать и так далее. Где-то ускориться нужно, а башмаков нету. Самоцветы поэтому тратятся. Но я максимально пытаюсь их копить. Точно так же у меня копятся ускоры. Зачем я это делаю? Если мы перейдем в разделы событий. У нас есть одиночное событие, да? За которое вы получаете награды, причем довольно-таки неплохие. 6 часов ускоров, золотой сундук, с которого может упасть герой. Ну, медаль героя. Энергия, вип-очки, свитки. Прикольно. Плюс рейсы. Для тех, кто знает, я открыл Т4, понимаете, что каждые 10 тысяч ресурсов очень ценная вещь. Далее у нас есть адское событие, где, соответственно, уже больше награды, больше нужно очков набрать, да, в ивенте. Но награды, соответственно, больше также у нас появляются самоцветы. И, соответственно, это испытание, в котором либо идут медали с этого, не стража, а мастера огня, либо редкие компоненты, как, например, сейчас. Соответственно, очень выгодно копить ускоры, чтобы за сутки, за 24 часа, закрывать несколько адских и закрывать 24-часовое испытание. То есть, у вас идет бонус. Если это, к примеру, тренировка, как сегодня, у нас же сегодня тренировка, только что смотрел, забыл. Да, тренировка. 3 миллиона 380 тысяч очков. Давайте воспользуемся калькулятором. Калькулятор просто, чтобы никого не обманывать. Тренировка Т4 войск. Один солдат дает 15 очков. Соответственно, мы 3 миллиона 380 тысяч очков делим на 15. Соответственно, натренировать нужно всего лишь 225 тысяч Т4 войск. И вы закрываете 24-часовое испытание. В среднем на закрытие обычной адки уходит от 300 тысяч до 800, что ли, насколько я помню, очков. За обычное адское испытание, не за 24-часовое. То есть, если вам там нереально повезло, вы можете закрыть примерно там, ну, 10, ну, окей, давайте в среднем там 6-10 адских событий. То есть, вы понимаете, сколько сундуков вам нападало там, да, может вам еще что-нибудь золотое выпадет, если выпадет, поздравляю. Вы получаете здесь ускоры, вы получаете здесь энергию, вы получаете, да, вон, кстати, даже зелье опыта, довольно-таки годная штука. Есть задание на ПГ повысить уровень фамильяру. Блин, круто. Можно их тоже копить, потом выполнить ПГ. На ПГ задание достигать топ в адских. У нас сейчас гильдейская охота. Для тех, кто не видел, сейчас у нас скоро появится, через один день, анонс идет в фестиваль, как он называется? Фестиваль весенний. Пусть 2019 год будет освенительным. У нас с какого там числа? С 7-го числа, 7-го февраля по 10-е у нас будет скряга, у нас будет гильдейская охота. Соответственно, там дают, насколько я помню, 16 или 12 тысяч за закрытие адского. То есть, вы еще и свою гильдию введете вперед. Огонь. Здесь же также за одиночные адские. Ну, правда, ну, кстати, да, за весь период, со 2-го по 11-е, пока вы с рекорягу делаете, вы еще красные конверты будете получать. Я, правда, не знаю, что с них будут падать. Вот у нас есть красные конверты, красные хлопушки. С хлопушек у нас будут древние фолианты, эликсиры опыта, либо какие-то жетоны удачи. Если ваш уровень замка. Кстати, интересное событие. Мы обязательно сделаем на него обзор, когда оно появится у нас на бета-версии. Обязательно нужно это сделать, потому что события довольно-таки интересные. Мне интересно, что за красные хлопушки, что за красные конверты. Вот. А в закрытии свои, вот свое откладывание ускоров, вы потом гильдию на гильдейской охоте поднимаете в топ, закрываете адские, набиваете кучу очков. Причем вам для этого даже не нужно будет басты сносить. Бастов ограниченное количество, их быстро разберут, если гильдия сильная. А вот адские закрывать потом нужно будет всем. И вы тут как раз такие, опа, у меня там несколько лет ускоров. Поэтому ускоры я обязательно коплю. Соответственно, чтобы закрыть потом кучу адских на тренировку, на исследование, если получится. И закрыть все суточные испытания. А если повезет, даже два. Поэтому для тех людей, которые, допустим, у нас есть исследования, которые очень долго длятся. Если перейти в защиту, улучшить армию, вот эта вот большая армия была 2 миллиона 800 тысяч очков мощи. Это практически суточное испытание. Оно длилось там плюс-минус 100 дней. Можно было 3 месяца посидеть. За эти 3 месяца нереально много ускоров накопить. Закрыть один, ну, получается суточное испытание, добить его чем-нибудь еще. При этом всем еще закрыть, откуда занять там топовое место первое, скорее всего. Ну, в зависимости от ГОСа. И еще на следующий день запустить тоже какое-нибудь вот такое же исследование, там 3 ляма очей. И закрыть суточное испытание еще и на следующий день. И получить просто нереальное количество подарков. Но из-за того, что вот такими вот исследованиями большими вы закрываете только одно адское, в некотором плане иногда профитнее закрыть тренировку какую-нибудь. Ну, короче, здесь просто нужно понимать то, что вам потребуется огромное количество ускоров, чтобы закрыть необходимые вам ивенты. И для этого их нужно накопить. То же самое, ребят, и с энергией. Вообще все нужно копить. Я вот сейчас в сердцах коплю, сижу. Они мне падают там из донатных наборов. Где-то в гильдии, там кто-нибудь задонатит. Там тоже может храбрость падать. Кстати, две штуки как раз-таки мне в гильдию упало, насколько я помню. Точно так же копить ИТП. Вот я сейчас все свои слил, зато я до этого неплохо так полетал. Свитки заданий, получается, приказы и гильдия. Приказы смысла особого, ну, если честно, я не вижу копить. Хотя бывает, насколько я помню, ивент на Х2 дроп с них. Но точно так же свитки заданий дают вам монеты гильдии. Вот дождаться Х2 на них, это вообще прям красота. Энергия вся копится точно так же. Можно закрывать адский, когда выпадает адская настража. Там нужно убить одного четвертого моба и плюс-минус там допинать одного третьего. Ну, у меня лично так получается. Потому что у меня не слишком сильно бьют герои. У меня шмот не очень. А точно так же за счет этой энергии можно ходить на охоты. Поэтому, кстати, по поводу охот, ссылочка в описании, ссылка на группу волков. Там можно поднайти себе подходящую гильдию, вступить в нее и попасть на охоты. Либо же можно купить билет, если они есть в наличии, можно написать в группе. Ну, там, короче, сами разберетесь, ссылочка есть в описании, посмотрите. Много полезной информации. Точно та же ситуация у нас идет с магазином гильдии. Где вы копите монеты, можете себе игру копить, можете себе там... Да, кстати, даже есть ПГ на слив ляма, либо 500 тысяч монет. Поэтому эта игра очень любит тех, кто копит. И, соответственно, ускоры тоже нужно копить, на мой взгляд. Это очень логично в плане закрытия адских и суточных испытаний. Вот. Думаю, этот ролик вам понравился. Не забываем, посчитаем, ускоры человек, кто первый это сделает, попадет в следующий видеоролик. Я сейчас тоже займусь подсчетом ускоров. И также тысяча лайков, и мы с вами рубрику продолжим. Ну, а с вами был, как всегда, Валентин Чернов. Всем спасибо большое, что смотрели. Если понравилось, так же подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видосы и стримы. Всем пока!